Пап, а мы скоро приедем? Скоро, скоро. Настя, а ты знала, что протяженность всех железных дырок в Алтайском крае более двух с половиной тысяч километров? Это же как доехать от Барново до Москвы. Ого, ничего себе! А еще железная дорога в Алтайском крае имеет большую историю. В прошлом году ей исполнилось 105 лет. Интересно, с чего все начиналось? Строить железную дорогу в Алтае начали еще в 1912 году, в прошлом веке. Работы велись успешно и даже обещали закончить досрочно. Но тут вмешалась Первая мировая война, которая началась 1 августа 1914 года. С первых дней войны транспорт оказался в тяжелом экономическом состоянии. Но все же в Барнауле осенью 1915 года состоялось открытие железной дороги. Скоро начали продавать пассажирские билеты, принимать и выдавать багаж. Представьте себе, сегодня за год по Алтайской железной дороге проезжают более 8 миллионов человек. И все же, поездка на поезде – это не только веселое путешествие и удобный вид транспорта. Железная дорога дает себе опасность. Если не соблюдать правила, почему – сейчас узнаем. Знаете ли вы, что играть на платформах и путях строго запрещено? Ведь поезд не может остановиться так же быстро, как машина. Средняя скорость электропоезда – 100 километров в час. Тормозной путь – почти 800 метров. Машинисту понадобится больше минуты, чтобы остановить свой состав. А ведь иногда до столкновения с человеком остается несколько метров. Скажите, а как правильно нужно переходить железную дорогу, чтобы не попасть под колеса поезда? Правильно переходить железную дорогу необходимо в специальных установленных местах. Это по пешеходным мостам, специальным переходным площадкам. Также нельзя наступать на рельсы, так как можно подскользнуться и удариться головой об них. И нельзя переходить железнодорожные пути в районе стрелочных переводов, так как может стрелка перевестись и зажать ногу. Также на станциях Алтайского края действует система оповещения голосовая, которая предупреждает о приближении поезда. Будьте внимательны. Приближение по четному пути. Я часто слушаю музыку в наушниках. Почему взрослые говорят, что в них нельзя переходить дорогу? И почему это нельзя делать с натянутым капюшоном? Правильно говорят, нельзя находиться на территории железной дороги в наушниках, так как можно не услышать приближение поезда. Также капюшон ограничивает обзор и можно не увидеть приближающийся поезд. Вот так вот в реальности выглядит кабина управления. Здесь у нас проходит тренировку и подготавливаются локомотивные бригады, машинисты и их помощники. Для того, чтобы отправиться, необходимо подать сигнал, чтобы всех предупредить, что сейчас поезд поедет. Вперед? Да, вперед. Вот так вот. А правда ли, что нельзя становиться между двумя движущимися составами? Что может произойти? При движении поезда создается сопротивление общему потоку воздуха и создается воздушное завихрение. И при нахождении человека между двумя движущимися составами потоком воздуха может свалить с ног и затянуть под поезд. Как интересно. А я еще знаю, что нельзя пролезать под вагонами, даже если поезд стоит. В любой момент он может тронуться и потянуть за собой человека. Верно. Но нельзя не только пролезать под вагонами, но и залезать на них. Ты знаешь, кто такие зацеперы? Не. Зацеперами себя называют экстремалы, которые зацепляются за трамваем и вагоны поездов. Это очень опасное развлечение. По статистике, две трети зацеперов погибают. Многие остаются инвалидами. К сожалению, именно так часто заканчиваются попытки снять видео, заработать лайки. Во время такой поездки можно сорваться и попасть под колеса поезда. Также можно зацепиться за высокобольтные провода над поездом и получить сильнейший удар током. Электрическое напряжение там достигает 27 тысяч вольт. Для сравнения, стандартное бытовое напряжение в розетке 220 вольт. Сколько опасностей подстерегает железная дорога, если не соблюдать правила поведения. Да, но если не играть на платформе и путях, переходить дорогу по специальным переходам, не пролазить под вагонами и быть не очень, то опасность тебе не грозит. Субтитры сделал DimaTorzok